Все дело в том, объясняют коммунальщики, что некоторые машины во дворах недвижимо могут стоять не одни сутки. И чисто физически техника не может проехать и убрать снег. Техника хорошая, но условий нет никаких. Машины стоят вообще. Я вот два двора чисто с 8 часов еще никак не закончил. Если бы не эти машины стоят, я бы, может, прошел домов 4. Разделяет мнение коммунальщиков и врачи скорой помощи, которые порой опаздывают к пациенту не столько из-за снега, сколько из-за припаркованных на каждом шагу машин. Жители оставляют транспорт на ночь возле подъездов. И ночью, когда скорая подъезжает, бывают такие случаи, что приходится оставлять скорую помощь метров за 300 от подъезда и с носилками бригаде передвигаться между стоячими машинами. Но с четверга на пятницу вновь выдалось снежный убирать снег. Дворники вышли еще засветло, чтобы к часу пик, когда все идут на работу, все тропинки и подходы к подъездам были расчищены. Сегодня вышло у нас порядка 11 бригад вручную для того, чтобы прочистить все пешеходные переходы, подземные переходы. Уже сегодня проработано где-то процентов 40 от пешеходных переходов вручную, чтобы люди могли через валы не лазить, чтобы можно было как-то более пройти легче. С самого утра на дорогах областного центра, как пчелки, трудятся люди в оранжевых жилетках. Чистят, долбят, посыпают. К помощи им выехало около 100 единиц спецтехники. К вечеру обещали все работы закончить, так что если у вас остались еще не очищены дворы, не медлите со звонком в свое ТСЖ.